Привет водители! В этом видеоролике я вам расскажу, что нельзя делать зимой при управлении автомобилем. Поехали! Итак, на дворе зима. Для многих водителей это достаточно сложный период. Скользко, гололед, снегопад, темное время суток и так далее. А некоторые начинающие водители и вовсе консервируют свой автомобиль до весны. С какими сложностями сталкиваются водители при эксплуатации автомобиля в зимнее время? Это гололедица, обледенение, снегопады, метель, перепады температур. Соответственно, управление автомобилем в таких условиях требует от водителя определенных знаний и навыков. Так вот, советы и вещи, о которых я вам сегодня буду говорить, помогут вам избежать не только неприятностей в зимнее время, но и каких-то других сложностей и даже ДТП. Итак, не будем терять время, переходим к списку, что нельзя делать автомобилисту зимой. Первый совет. Не управляй автомобилем зимой на летней резине. Я, конечно, понимаю, что у нас большая страна из южной регионы, но тем не менее, если мы говорим про конкретные зимние месяцы, если мы говорим про снегопад, гололедицу, обледенение какое-то, не нужно рисковать и выезжать куда-то на летней резине. Второе. Не мой машину в сильный мороз. Сильный мороз мы будем подразумевать примерно минус 15 и выше, потому что для южан минус 15 это сильный мороз, а для северян минус 15 это не сильный мороз. При автомойке автомобиль имеет контакт с водой, которая очень здорово и быстро замерзает на такой температуре. Вода, соответственно, попадает в различные трещинки, полости, между стекол, фары, лючок, двери, багажник и так далее и тому подобное. Если в этом есть большая необходимость, ну, например, вы собрались продавать автомобиль и к вам приедет покупатель. Ну, как показывать грязную машину? С соблюдением определенных мер и правил можно это делать, вот в этом видеоролике вы можете посмотреть. Но, тем не менее, в сильный мороз автомобиль мыть не надо. В идеале, как я говорил в том ролике, нужно мониторить погоду и мыть свою машину до морозов, чтобы вы ездили чистенькие же. Идем дальше. Нельзя оставлять автомобиль на ручном стояночном тормозе в перепады температур, когда оттепель. Нельзя оставлять на ручнике после того, как вы, например, проехали по какой-то луже, провалились там немного в лужу под лед и в ночь опять минус 4, минус 10. То же самое. Механизмы сырые, ручник подняли, прижалось все, все это на мертвой схваткой стало. Утром вы вряд ли куда-то уедете. Ну и также я не советую ставить ручной стояночный тормоз, когда вы оставляете автомобиль на долгое время. Четвертое. Не оставлять свой автомобиль под свесами крыш, особенно если вы визуально видите там вот такие вот кучи снега и сосульки. Как это определить? Только визуально. Подъезжаете куда-то, сразу раз наверх посмотрели, ага, сосульки висят, а если еще и оттепель, то они очень, сами понимаете, у нас имеют свойство падать. Поэтому не нужно, друзья, испытывать судьбу. Бывает, да, там на 5 минут ваша ответственность, но мое дело вас предупредить и вам посоветовать. Следующий важный совет. Опять-таки он касается оттепели. Потому что, ребят, вот эти перепады температур для нас, как для водителей и для автомобиля, это самое неприятное и достаточно опасное. Не оставляй колесо в луже. То есть оттепель. Вы припарковались, вот настолько заехали куда-то в лужу, не обратили на этого никакого внимания. Уходите домой. В ночь мороз. Приходите, у вас колесо просто вмерзло. Соответственно, возникает вопрос, а как вы куда-то поедете? Если немножко прихватило, вот столько, да, вы там включили вперед-назад передачу, покатались. Но если вот так, то вряд ли вы куда-то, друзья, уедете. Вам придется либо как-то топить этот лед, либо отдалбливать ломами. Но так или иначе, это достаточно проблематично и непредвиденно будет для вас. Следующий совет касается водителей, которые управляют автомобилем на механической коробке переключений передач. Я категорически не советую кататься, не где-то проехать, а кататься на нейтралке, как многие это делают летом. О, едет 100 км в час, увидел там за полкилометра, замигал зеленый, он нейтралку включил и покатился. Зачем так делать? Непонятно. Мы не будем вдаваться в подробности. Автомобиль не то, чтобы становится неуправляемый, но это влияет на устойчивость автомобиля на скользкой дороге. Поэтому, ребят, не надо. Просто газ отпустили и едем дальше. Не забываем пользоваться торможением двигателя. И, соответственно, когда мы говорим, не надо кататься на нейтралке, это можно приравнять. Не надо кататься на высоких скоростях на выжатых сцеплении. Потому что для автомобиля, в принципе, это одно и то же. Что вы едете на большой скорости на выжатом сцеплении, что с отпущенном сцеплении, но на нейтралке. Это как бы равносильно. Следующий совет, он касается вот именно новичков. Первая зима, вторая зима, а иногда и третья. Я не советую управлять автомобилем в сложных погодных условиях. Они бывают не так часто зимой. Два раза, три раза. Ну, конечно, я в среднем говорю, я беру центральную полосу России. Да, я не говорю про север. Это когда у нас несколько часов или несколько дней валит снегопад. Это когда вот такое месиво. Идти сложно. Не то, чтобы там двигаться на машине, на каком-нибудь стандартном седане с передним приводом. Трогаться нужно по-другому. Машина постоянно буксует. Все постоянно примерзает. То есть, что мы можем отнести к таким экстремальным условиям? Это метели, сильные снегопады. Еще раз повторюсь, многочасовые. И когда все завалено, техника не успевает, как правило, делать снегоуборочные работы. Либо это может быть обледенение, ледяной дождь. Я вот, например, в таких условиях тоже не выезжаю. Когда все машины покрываются коркой, льдом покрывается вообще все, что можно. И здесь я, вот лично я, больше боюсь, что в меня кто-то прилетит, а не я. Я-то буду потихонечку двигаться. А вот не ты так в тебя, вот это выражение здесь очень здорово играет. Поэтому, друзья, утром встали, посмотрели, а лучше с вечером мониторим погоду. Если там прям аномалия, там, ладно, снежок идет. Ну, бывает, но зима все-таки, да. Ну, я надеюсь, вы меня понимаете, что я подразумеваю под такими экстремальными зимними условиями. Идем дальше. Следующий совет, он тоже, по моему мнению, очень важный. Я основные сказал, которые влияют как-то на нашу безопасность, на время, на поломки автомобиля. Не выезжайте на дальнее расстояние или даже за город без грамотного комплекта автомобилиста. Я вам сейчас не буду его пересказывать весь, потому что вот в этом ролике я уже очень подробно осветил эту тему. Но самое основное, вы должны продумать момент, а вдруг у меня сломается машина. Ну, банально. Всякое может быть. А если двигатель там что-то не заведется, аккумулятор сядет. Всякое бывает, понимаете. Вы должны посмотреть на температуру. Вы должны задать себе вопросы. Будет ли у вас связь? Деньги? Вода, питание, теплые вещи. Сможете ли вы разжечь костер? Есть ли у вас буксировочный трос? Ну, вот понимаете, ребят, вы должны продумать все эти вещи. Поэтому грамотный комплект автомобилиста очень-очень важный. Что еще нельзя делать зимой? Забудьте, пожалуйста, про агрессивную манеру вождения. Это любителям поиграть в шашки. Ребят, если вы хотите дожить до весны, прекратите это занятие. На мкадах-накадах езжу, ну, что вы творяете, вы на это просто и другие люди могут пострадать. Полная плавность хода. Вкратце, давайте я вам напомню три главных зимних особенности для управления. Все движения аккуратные, плавные, медленные, по принципу не дожать. Резкое нажатие на педаль, любую, причем где-то на повороте, либо при выполнении какого-то маневра, может привести к потере управляемости автомобиля. Все движения должны быть плавные. Поэтому первая особенность. Полная плавность хода. Соответственно, увеличенная дистанция, потому что тормозной путь увеличивается, да, скользко относительно. Ну и, конечно же, общая скорость. Если всегда ехали по этому участку 60, выпал снег, гололед, естественно, уменьшаем как минимум на 30%. Следующий совет. Никогда не заливай в зимнее время в автомобиль, куда бы лишь бы, обычную воду. Это касается в первую очередь бачка-омывателя, когда мы брызгаем на стекло. И ладно, если, например, вам нужно доехать докуда-то, у вас кончилась зимняя омывающая жидкость, которая выдерживает минус, и вам нужно докуда-то доехать, у вас есть вода. Ну, конечно, мы этим пользуемся. Но, если на улице будет мороз, может быть, в бачке она не успеет замерзнуть. Как только вы побрызгаете водой на стекло, она мгновенно покрывается коркой на скорости. И все, вы дворники включаете, по льду обзора нет никакого. Очень опасно. Лучше запасайтесь заранее, это не замерзайкой. Ну и второй случай, когда водители достаточно часто наливают воду, это в расширительный бачок. Произошла, например, какая-то поломка, из-за которой ушел антифриз. Как двигаться без охлаждающей жидкости? Вот люди туда начинают лить воды. И опять, ладно, доехать до места ремонта и потом в это все дело будете сливать, заливать новый антифриз. Но некоторые добавляют воды, оставляют так на ночь машину. А в ночь там минус 25, минус 30. Можно попасть на очень хороший ремонт. Поэтому обычную воду ни в какие бачки зимой не льем. Идем дальше. Никогда зимой не поливай кипятком ни свой автомобиль, ни какие-то части, которые иногда примерзают. Примерзли колодки у вас к дискам, не надо поливать кипятком. Может деформироваться, лопнуть, потому что минус, а вы кипятком. Ладно, где-то теплой водой. Либо отогревать другие способы. Опять вот в этом видеоролике я объясняю, что делать, если вдруг примерзли колодки. Что делать, если вдруг там примерзли двери. На канале есть ролики, что делать, если примерзли. Да все что угодно. Наверное, уже все эти темы практически освещены. Следующий совет. Никогда не применяй физическую силу, если опять-таки зимой что-то примерзло в автомобиле. Чаще всего это дверь. Дверь, багажник. Человек начинает применять физическую силу. И если резиночки уплотнительные очень хорошо примерзли к металлу, к дверному проему, то это заканчивается чем? Либо человек вырывает ручку, либо он просто открывает дверь без резинок. Резинки, они остаются, как правило, на самом проеме. И, соответственно, потом что делать? Начинает в автомобиль при движении дуть со всех щелей. Нужно искать эти резинки. Ну, короче, куча геморроя, которые, я думаю, не нужны никому. Если примерзли двери, определенными движениями, есть определенный способ. Опять-таки, у меня на канале ролик посмотреть. Но физическую силу не применяем. Вот такие вот, ребята, основные советы. Я думаю, про такие банальные вещи, типа не надо скребком скребыхать лакокрасочное покрытие отда льда, говорить не надо. Хотя, у меня уже было пару случаев в жизни, когда я видел, скорее всего, это был новичок, капот фигачит скребком. Да, весной он, конечно, будет очень неприятно удивлен за той суммы, которую ему придется потратиться на восстановление лакокрасочного покрытия. Друзья, просто будьте думающими водителем. Оставляйте автомобиль, следите за погодой. Ничто ли у вас не примерзнет. Если вы проехали по луже, просушите механизмы хотя бы. Прокатайтесь по кругу, потормозите от трения, все это будет сухое и, соответственно, ничего вас не примерзнет. Если вы по каким-то причинам хотите поставить ручник, например, чтобы утром воспользоваться тем же автозапуском. Ставите машину, смотрите, не в лужах ли колеса, если в ночь минус. Посмотрите наверх, нет ли там сосулек. Просто будьте осмотрительными, водительными и думающими водителями. И тогда все будет на дороге хорошо. Друзья, я знаю, что многие опытные водители тоже смотрят канал. Я не всезнайка, чего-то я могу не знать, о чем-то я могу просто забыть, упомянуть. Поэтому я прошу и опытных водителей, и обычных водителей в комментариях дополняйте свои какие-то советы. Я постарался выписать около 15 самых таких глобальных. Также не забывайте подписываться на канал, информации будет очень много различных. Не забывайте поддерживать лайками ролики. Для меня это очень важно, это важно для развития канала. Ну а я, как всегда, всем желаю немерзной зимой и удачи на дорогу. Всем пока-пока.